Наука буддизма Ваджарьяны Че Гяларим Поча, наука буддизма Ваджарьяны. Наука нёндра, мандала и гуру-йога. Мандала в основном работает с красным биндом. Вообще вся мандала строится на основе чакры в пупке, в центре пупочной чакры, и на западе, и на востоке. Там расположена вся Вселенная. Если вы знакомы с Ваджарьяной, то в пупочной чакре расположена вся Вселенная. И там можно найти и гуру-меру, и всё остальное. То есть, что мы действительно делаем? Мы фокусируемся на красном бинду и стараемся его поднять. Это вся идея накопления заслуги. Мы создаём вот эту силу, которая позволяет красному бинду подняться. И мы его поднимаем, поднимаем. То, что мы делаем в мандале, всегда у нас в центре самая высокая точка. И мы делаем подношения всем Буддам-буддхи-садовам и учителю. Но ваш гуру — это белая бинда, он здесь. Нужно об этом помнить. И красная бинда поднимается, поднимается. И затем все каналы очищены, все ветры и бинду. Мы поработали с визуализацией, с бинду, с красным и белым бинду. И теперь последняя часть — гуру-йога. Очень интересно, что гуру-йога означает «извинение с гуру». И мы всегда думаем, что гуру снаружи, а я здесь. Я здесь, гуру там. И нам нужно развить преданность и получить от него благословение, от гуру. И тогда мы с ним соединимся. Это такая общая идея. Даже Гампопа говорил, что без благословения к гуру вы никогда не обретете опыт состояния Махамудры или постижения Махамудры. Что это на самом деле означает? Когда мы практикуем гуру-йогу, красная бинда — это вы, а белая бинда — это гуру. То есть, вашей точки зрения. Конечно, гуру всегда от вас не отделим. Но мы подвержены двойственности, и мы воспринимаем гуру как отдельного снаружи. Я и ты — гуру. И это просто означает, как я говорил вам в начале, что белая бинда и красная бинда вызывают опыт двойственности, восприятие двойственности. То есть, белая бинда — это концепция вас, восприятие, а красная бинда — это воспринимающее «я». И когда мы практикуем гуру-йогу, вы являетесь красным бинду, и вы из преданности, поэтому мы всегда говорим, что без преданности невозможно постичь Махамудру. Когда у нас есть преданность, преданность позволяет разгореться там пламени, которое толкает красную бинду вверх. И когда красная бинда поднимается, вот это «я» поднимается силой преданности, то благословение белую бинду опускается. Это благословение. Нектар опускается. И как только белая бинда опускается, в сердечной чакре красная и белая бинда соединяются, и вот это настоящая гуру-йога. Йога означает соединение, то есть соединение со своим внутренним гуру. Как только это становится настоящей гуру-йогой, то мы и обретаем опыт Махамудры. Поэтому гуру-йога и Махамудра — это практически одно и то же. Конечно, в начале мы упражняемся в гуру-йоге, это не окончательная гуру-йога, но в окончательной гуру-йоге это как телопа и наропа. Когда наропа прошел 12 своих испытаний, и он развил, в конечном счете, полную стопроцентную преданность. В этот момент телопа стукнул его башмаком, и он обрел достижение Махамудры. Вот это хороший пример того, как полная преданность и благословение соединяются в сердце. И это окончательная гуру-йога и окончательная Махамудра. Итак, теперь мы знаем, как эти предварительные практики подготавливают нас к Махамудре. И предварительное не означает, что это что-то низкое, такое простое, начальное, только вход в Аджирайяну. Это, наверное, также очень высокая практика, глубокая. И она и простая, и глубокая. Когда мы понимаем это, мы можем сделать нёндра практикой жизни. Можно 108 раз нёндра сделать, и можно пообещать, что вы всю жизнь будете делать нёндра, это будет самая важная практика. Я гарантирую, что вы можете получить постижение Махамудры только с помощью нёндра. Это не так, что это только для начинающих. Некоторые люди, у них такое отношение, что «О, ты только нёндра закончил», и они думают, что это что-то очень начальное, низкое. На самом деле, вот то, что я объясняю, это только поверхность нёндра. Мы можем всю Аджирайяну объяснить в рамках нёндра. И поэтому я призываю всех, рекомендую всем вам закончить нёндру и продолжать дальше. И я гарантирую, что вы действительно обретете высокое подтверждение Махамудры, великого совершенства или того, с чем вы работаете. Будем на связи. Жизнь прекрасна, помогая другим. Бодхасатва в действии. Бодхасатва в действии, BIA – это социальная неправительственная организация, основанная Чугелом Лимпочи с чистой целью помогать инвалидам и неимущим слоям населения. На санскрите бодхасатва означает «просветлённое существо», но традиционная бодхасатва – это любой человек, которым движется чувство великой доброты. Более. Более.